Данное видео создало в развлекательных целях, все показанное сегодня про дубровину. Ммм, подъезжаю к кормилице ребятки. О, там сразу что-то лежит, уже вижу. Всем здравствуйте, с вами расхититель мусорных баков. Я подоспел к помоечке, чтобы забрать вот эту вот, она поломана. Не, брать ее не буду, но что-то заберу отсюда ребятки, по-любому. Мне надо брать все, что можно продать. И на этом я хочу как можно скорее заработать 100 тысяч рублей на продаже находок с помойки. В прошлом видео я заработал вот столько денег, немало, да, согласитесь. О, кусочки, вот эти косточки, так это от абрикоса косточки. Интересно их продать получится, но скорее всего нет. Обязательно ставьте лайк на вот это видео ребятки, потому что этот контент вы заслужили. Фу, тут такой мерзкий запах, какой-то канализацией воняет у ребятки. Тут в реку, наверное, стекает вот это все говно. Кормилица. Красивая она на закате солнца, лучики такие. О, боги, ее вывезли. О, не всю. Так, тут пусто, пусто, пусто. О, что это такое? Да ладно, это что за прикол? Ребят, тут штребух написано. Какой-то пакет с какими-то стикерами. Так, что тут написано? Дорогой стребух, тебе подарочек от магазина Rockstyle перед Новым Годом. Нифига себе. В смысле, так это блин, мне подарок, сейчас они подкинули в бак, они следят за мной. Охренеть. Мы знаем, что ты принимаешь подарки исключительно из кормилицы, поэтому доставили его прямо туда. Желаем, чтобы ты побыстрее подзаработал 100 тысяч рублей на своем бизнесе, особенно на нашем товаре в пик сезона. Ком еще товаре? Ребят, там что-то внутри есть. Я так понимаю, какой-то товар. Ребят, я просто в шоке, типа, надо ехать скорее, это все осматривать. Так получается, за мной следят прямо сейчас. И перед тем, как я сюда подъехал, мне закинули вот сюда подарок. Блин, то зачем они так парились? Ну ладно, ребят, еду сейчас домой обозревать, что в этом мешке. Магазин какой-то Rockstyle. Блин, капец интересно, конечно. Ох, ребят, как у меня руки чешутся распаковать вот этот подарок поскорей. Нифига себе, у них тут сколько стикеров. Капец, стикеры у них красивые. Rockstyle, люкс, опыт. Там что-то мягенькое. Что это вообще? Нифига себе, шапка. The North Face. Обалдеть. Я как раз себе шапку топовую хотел. Так, складываю сюда. Так, еще шапка. Манклер. Обалдеть, это же дорогущий бренд. Да тут одни шапки. Офигеть, Stone Island, ребят, Stone Island. Суприми, суприми. Тут что-то в коробке прям. Спасибо большое магазину Rockstyle. Кархат, это что? Кошелек. У меня как раз нет вообще кошелька. Обалдеть. Какой маленький. Нифига себе топовый кошелечек. Вау. Карточки сюда мелочевку складывать удобные. Обалдеть. В коробочке прям. Так, тут еще Вэнс. Что-то, что это Вэнс? Ох, прозрачная сумка. Офигенная. Блин, буду сам с ней ходить. О, носки. Нифига сколько носков. А это что? Шарф. Ребят, шарф Кархат. Ремень Вэнс. Охренеть. Все новое. Шарф. Шарф The North Face. Повязка на голову. Шарф. Еще кошелек Вэнс. Нифига топовый. Капец, ребята. Это все новое. Обалденного качества. И топовые бренды. Вот Ванц, Кархат, Лакост. Многие из этих брендов ушли с рынка России и сказали до свидания. Мы же с вами занимаемся продажами, поэтому сейчас я зайду на Авито и посмотрю вообще, почем эти шапки и сумки продают. Вот, допустим, так. Какую шапку нам пробить? А, ну вот. Монклер. Дорогущий бренд. Допустим, возьму шапку Монклер. Посмотрю, почем ее продают. Так это вообще не дешево, так сказать. Охренеть. 6800. 1400. Нет, ценники вообще вкусные, ребят. Топ. Да, чувствую, эти шапки будут разлетаться, как пирожки на черноморских пляжах. Это, конечно, не скормилицы по 50 и 100 рублей за вещь продавать, но скормилицы-то мы берем свое. А тут же надо знать, почем поставщик отдают. Так, нашли название с их стикерочков. Так тут посты, нифига себе. Еще они учат, на чем делать акцент при продажах. Так, мне интересно. Сейчас я свой ассортиментик-то распродам. Мне-то по-любому потом еще понадобится. У них почти под каждым постом есть ссылки на интернет-магазин. Обалдеть, серьезные, ребят. Так, ага, зашли, авторизовались, в корзину закинули. А тут уже с нами свяжутся. Ну и во всяком случае, контакты менеджера тут тоже видно. Ну а теперь давайте пробьем подарочки, которые мне подарил магазин RockStyle. Вот, допустим, вот эта сумка Vans. Сколько она стоит у них в закупке? Сумка Vans прозрачная, в закупке стоит 640 рублей. А на Авито, я смотрю, есть солидный разгончик. Эти сумки продают по 1200-1500 рублей. То есть, нифига себе, это я заработаю в два раза больше? Так это получается наценка 100%. Обалденно. Теперь посмотрим, почем у них вот эта сумка в закупке. Так, в закупке стоит 640 рублей. Ну а на Авито также продают, как и Vans, по 1200-1500 рублей. А вот эта топовая шапочка, сколько у них в закупке? В закупке посмотрим. 490 рублей. А на Авито? 1900 рублей? Охренеть! Капец, походу, одни из самых прибыльных товаров это шапки. Пробьем-ка еще вот этот кошелечек Vans. В закупке он стоит 370 рублей за одну штуку. А на Авито их продают по 1000. Примерно по 1000 рублей их продают. Даже кто-то по 3000 продает. Ну что же, интересно, это уже новый уровень получается, ребят. Товарный бизнес. Так, очень охота реально оставить все это себе. Уж больно мне эти вещи понравились. Но специально для вас я это все залью на Авито. И в следующих выпусках мы посмотрим, сколько мне удастся на этом всем заработать. Такой шанс поднять баблишко точно не стоит упускать. Да и как минимум можно накупить топовых вещей себе по дешману. Минимальный заказ у них я видел всего от 2000 рублей. Поэтому шапочку, шарфик и другое по одной штучке я все-таки не удержусь и себе заберу. Их телеграм-канал я оставлю в описании. Многим пригодится. Так как этот поставщик помогает мне перед новым годом заработать 100 тысяч рублей. И огромное ему за это спасибо, ребятки. Вас тоже, ребят, не обидят. И в качестве подарка я попрошу его, чтобы моим ребятушечкам он докинул пару бомбезных носочков. Только при заказе упомяните от штребуха. Так что залетайте по ссылке в описании, покупайте себе шапочки-обновочки, покупайте друзьям подарочки. Или можете накупить себе много товара и заработать на нем в пик сезона. Потому что сейчас это все разлетается как пирожки на авито, ребятки. Опа, что тут в коробочке? Я заметил что-то. О, да конечно, топовый уголок для полочек. О, там клавиатура. Вот это же для этого. Цемент мешать, топовая тема. Уголок рублей за 20 купят, а вот это рублей за 50. Так, выключатель вот. Шланги новые. О, автоматик. Медный проводок. Еще один шланг. Но он бэушный. Нифига какой круг для болгарки огромный. О, еще такой отрезной целый. О, шпателя нормальные. Нифига себе тут сколько всего. Какая-то металлическая пластина тоже пригодится. Круг по бетону. В принципе не надо. Вот это все оцениваю в рублей 100. Так, я там какой-то клавиат. О, да ну нафиг. Ребят, как можно такое выкинуть? Шланги новые, ребят. Для смесителя. А вот это просто клад. Ребят, это просто клад. Целый пакет медных проводов. Здесь толстожильные кабеля, ребят. Трехжильные. Толстожильные. Здесь меди примерно будет килограмм. А килограмм меди стоит рублей 600. Охренеть. А вообще тут килограмма 4 этих проводов. Вот так в этой резине. Но их надо обжечь. Охренеть, ребят. Как такое можно выкинуть? Смотрите. Это ручки от мебели. Тоже рублей за 50 это все купят. Вот это вынос с хаты. Вот это я понимаю. Вот такая вот штука. Я не знаю, что это. Виброизоляция или что, пригодится, ребят. Топовая тема. Смотрите. Клавиатура. Беспроводная мышка с передатчиком. Smart Buy. Беленькая. А вот проводная мышка Lenovo. Стойте. И это Lenovo клавиатура. Это, походу, комплект от какого-то моноблока. Может, здесь моноблок этот где-то есть? Нифига себе. Смотрите, что валяется. Стационарный телефон. Даджет. Да его можно продать рублей за 200. С USB кабелем он. Ребят, вот эту клавиатуру с мышкой можно продать рублей за 500 на Авито. 500 в копилочку. Мышку беспроводную можно продать рублей за 100 на барахолке. Вот этот телефон. Я первый раз такой телефон нахожу. Даджет. Удалить. СМС. Вызовы. Телефонная книга. Смотрите, у него USB кабель. Вот такой вставляется. Это блок питания с USB выходом. Какой-то телефон интересный. Смотрите, у него выход на антенну. Да ладно. Он еще может работать от аккумулятора, ребят. Обалдеть. Телефон, конечно. Переносной, по сути. Ребят. МТ-3020. Даджет. Стационарный сотовый GSM-телефон. Так это что, в него даже симку можно вставить? GSM-телефон. Да, ребят. Вон сим-карта. В него сим-карта вставляется. Это что, такой современный бабушкафон? То есть, это по сути, как кнопочный телефон. В него симка вставляется. Ребята, первый раз такое вижу. Да мы его оставим себе, блин. Звук, громкость. Телефонная книга. Обалдеть. Мы его себе оставим с Димой. Будем его использовать для приема звонков с авито по поводу продажи находок с помойки. Вот когда человек захочет что-то у нас с помойки купить, мы всю симку установим и будем принимать звонки такие, как в кабинете. Крутые. Алло, да. Как там с деньгами? Ребят, нифига себе, тут помойка топовая. Да сколько ж тут всего, смотрите. Стекло вроде боковое от Мерседеса. Но оно поцарапанное все. Так, давайте осматривать эту помойку вдоль и поперек. Надо ее осмотреть очень тщательно. Ой-ой-ой. Да ну нахер. Ребят, вы нас с хаты. Смотрите, какая печать. Это печать. Ребят, вот этих черных пакетах походу техника. Это все вы нас с хат. Так, надо быстро пока дворники не пришли. Все находки вот сюда сложить. Печать вот эту, я не знаю, получится продать или нет. Так, все, ребят, нет времени. Надо побырик уметь прятать. А то сейчас дворник придет, как начнет права качать. Мол, это все мое. Это моя помойка. Вот это, да, загонять мне шляпу вот эту, шляпную информацию. Захочет обмануть меня. И все находки у меня отобрать захотит по-любому. Все, ребят, достаю вот этот пакет. Удостоверение там какое-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то мощнейший вы нас с хаты. Мощнейший. О, я же сказал. Ребят, мощнейший. Топовый вы нас с хаты. Обалдеть. Удостоверение красное, смотрите. Так, это я замылю тут информацию. Все, мне такое не надо удостоверение. Так, что по одежде? Катонмен, джинсы. Да тут вся хорошая одежда, походу. Мужские вот джинсы. Мужской свитерок вот такой прикольный. Это все купят, ребят. О, вот такие мастерки, спортивные курточки. Это я вообще себе оставлю. По помойкам там лазить. Ребят, я сейчас оторвал крючок. Вот он, крючок прицепился к куртке. Походу, чувак любил рыбу половить. Выкину его подальше. Вот такая спортивная курточка. В размере L, кстати. Коды. Фирма. Это я сам буду таскать. Так. Толстовка. Ну, это такое для мусорных баков, если только. Не, она подзатасканная. Не для помоечки лучше получше состояние. Не обалдеть, это что такое? Виброшеп. Виброшеп, а ну-ка. Ребитки. Ребитки. Это вибромассажер. Виброшеп. На авито столько вот он стоит. Я его продам, конечно, дешевле. Процентов на 20. Но я думаю, его получится продать. Рублей за 900, за 1000 спокойно. 1000 рублей в копилочку. Он еще и с чехлом, с пультом, с блоком питания. Это вибропояс такой вот. Вибрационный вот. Так, смотрим дальше, что тут еще? Еще какой-то блок питания. Это от ноутбука. Ребят, от ноутбука блок питания, представляете? Обалдеть. О, зарядка для 18650 аккумуляторов. То есть для вейпа. Тут, кстати, еще коробка от какого-то вейпа выпала. Зарядочку от ноутбука можно будет продать рублей за 300. Так, брюки. Брюки. Нет, такое не купят. Так, футболочки. Или что это? А, это на подушник. Фигня. О, ребят, смотрите, кожаный какой-то чехол. Кандал. А, это на пульсник вот такой кожаный на руку. Не знаю, почему он получится продать даже. Так. Куча всяких проводов. USB-разветвлитель. Блоки питания. USB-кабеля. Это оцениваю все в 50 рублей. О, такой блочок USB-шный тоже пригодится. Студенческий билет. Так, это мне не надо. Коробка отпечатит. О, нифига, ребят, топовые карабины. Их рублей за 52 купят. Обалденные. Так, что тут еще? О, о, о. Ой, 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 ой. Ребят, там что-то тяжелое. Так, посмотрим пока вот здесь еще. Вот такую тарелочку может купят. Она целая. Это для кошки. Нифига. Нашивка слипкнот. Ребят, кто слушает слипкнот, плюсики, это в комментариях. Вот это вот тут что-то, это интересно. Это рыболовная тема, ребят. Какие-то рыболовные снясти. Рыбаки, напишите, что это такое, я без понятия. Это типа рыбу ловить. И вот тут крючок, походу, был еще. Ребят, кожаный ремень, зацените. Какой-то старый, но более-менее целый. Продам его на барахолке рублей за 100. 100 рублей в копилку. Ребят, это что? Пират Федор. Фидор. С секретом дяди Вани. Состав прикормки. А, это прикормка для ловли рыбы. Еще какое-то удостоверение. О, вообще новое. Чистое. Можно что хочешь написать. Ребят, это прикормка для рыбы. Все, что ли? Вот тоже. Фидер. Какие-то вот. Кубик кукурузный. Вот еще. Кубик подсолнечный. Это, походу, для рыбы, да, ребят? Или что, это так хавать? Ладно, потом разберусь. Тюти-фрути написано. Обалдеть. Прикормка для рыбы, ребят. Ребят, это что такое? Ребят, это что такое? Смотрите, сим-карта сюда вставляется. Вот такая огромная антенна. Телеофис. Модем GSM. Телеофис RX101-R4S. Охренеть, ребят. Аудиокабель. Охренеть, тут антенна длинная. TP-Link написано. Телеофис GSM-GPRS терминал. Новый стоит вот столько. А мне эта вещь, походу, пригодится. Или продам. Не знаю, подумаю. Но это, по сути, переносной модем. Это мне надо было вот как раз-таки для стримов. По помойкам использовать вот это вот. Ребят, охренеть. О, еще печать. Какой-то бизнесмен выкинул. Охренеть, ребят. Вот тут что-то тяжелое. Печать вот какая-то с веревкой. Печать с веревкой? Ребят, Волгоград, непокоренная земля Сталинграда. На шкатулке написано. Да ну нафиг. Непокоренная земля Сталинграда. Волгоград. Вот написано. Смотрите. Кусочек какого-то камня и гильзы. От оружия. Вот еще гильзы от оружия. Это, я так понимаю, куски от... Осколки от снарядов. Гильзы всякие, ребят. Вот гильзы. Так это что у нас? Это настоящие гильзы, ребят. И земля. Ребят, да это опасно даже возить такое. Земля Сталинграда. Охренеть. Осколки вот. Это вот память. О тех событиях. Видимо кто-то хранил. Закрою в коробочку. Не знаю. Это наверное лучше кому-то дарить такое. Это я не продам точно. Я такой первый раз в жизни нахожу, ребят. Это прям уникальная находка. Капец. Вы представляете? Земля Сталинграда и эти гильзы от пуль. О, кляп для рта. Жесть. Здрасте. Ой, что тут за находки-то? Вот это конечно странный этот набор. О, одноразочка стоит все, ребятки. Стоп. О, глошечка. Вот это бомба. Вот это рублей за 500 я продам. Гло. Вот чуть-чуть-чуть. Загородная кормилица. Надеюсь порадует, блин. Постоянно надеюсь на нее. На то, что она порадует. Но она вообще меня почти никогда не радует. Вот эта кормилица. Но тут мажоры живут. О, да ну нахер. Да ну нахер. Я снял бить, ребята. Я снял бить, ребята. Знаете, что там лежит? Вы знаете, что там лежит? Я не верю своим глазам. Пылесосы. Я никого в жизни такие не доходил. Пылесос. Охренеть. Блэк Деккер. Это электрический. Не пылесос, а воздуходуйка. Листву, чтобы выдувать. Охренеть. Блэк Деккер. Вот эта воздуходуйка новая стоит вот столько. Все, поеду сейчас к Дибе это проверять. Там походу еще одна. Если она рабочая, это будет просто класс. Охренеть. Ребать, ребята. Это что? Это бластер какой-то? Это оружие? Что это? Это пистолет Мак Алистер. Мак Алистер. Воздуходуйка, я так понимаю, тоже. Стоит новая вот столько. Посмотрите. Да это как какая-то базука, как пистолет. Вот так можно стрелять. Это гравити-пушка, как фалфлай. Охренеть. Как я это сейчас все повезу. Жесть. Вот эта побойка порадовала. Ребят, общая цена этих новых воздуходуек вот столько. Но это просто бомба. Я не знаю, как я это сейчас повезу. Посмотрите, у меня велик и так загружен находками. Я не знаю, как мне это везти. Жесть. Нет тут еще таких вот бластеров. Жесть. Легендарная доходка. Первый раз в жизни такое нахожу. Ребят, я просто в шоке. Как помойка меня сегодня радует. Загрузил я эти воздуходуйки сзади на багажник. Посмотрите, как сильно у меня загружена лайба. Как они выпирают, капец. На вот столько. Это просто жесть. Эти пушки, гравити-пушки, да? Люминесентные приборы или как их там, воздуходуйки, пылесосы. Сейчас подписчик подходил, сказал, что это профессиональные, дорогие. Я еще цены не знаю, сколько они новые стоят. Вы цену на них увидели уже? Ну, я думаю, они капец, как мне денег дадут, озолотят меня. Если они поломаны, я их починю и продам. Короче, сейчас еду к Диме это все проверять. Я надеюсь, я в целом вообще доеду, потому что у меня лайба увеличилась в весе и в размере. На в два раза или в три, не знаю. Ну, короче, надеюсь, доеду. Это капец. Помоечки топ. Очень их люблю, ребятки. Ребятки. Я у Димы дома, короче, перебрал все находки, подготовил для барахолки вот здесь вещи. И сейчас пойду проверять вот эти вот пылесосы или ветроду, и как они там, фены называются. А может, это вообще какие-то аннигиляторные пушки. Короче, беру их и иду проверять. Надеюсь, током не ударит, ничего не взорвется. И буду верить, что они работают. Дима тут, кстати, стримит. Вот у него канал есть, кто не знал. Дим, как твой канал называется? Залутник. Ну вот, Залутник. Залутник. Бластеры я нашел сегодня. Эти очень дорогие вещи, этот бластер. Вот этот может вдувать и выдувать воздух, я так понял. Вот этот самый крутой, походу, из них. Так. Так, а как включить? Так, этот не работает. Но его чинить надо будет по-любому. А, вот тут какая-то крутилка. А, мощность вот на максимум выкрутил. Может, тут защита еще есть какая-то. Так, ладно. Этот бластер не работает. Проверю вот этот бластер. Этот, походу, бюджетнее. Этот на 3000 ватт. А этот не знаю. Проверим этот. Так. А где тут кнопка? Так. Вот. Регулировка. Чего? Как включить? Я не знаю, как вот этот бластер запускать. Где тут кнопка включения? Короче, там внутри моторы стоят. Что в этом ветродуешь, что в том. И там, наверное, стерлись щетки. Эти щетки стоят везде. В болгарках, перфораторах и так далее. Это как расходный материал. Они меняются. И после этого, по-любому, они заработают. Короче, будем чинить их по-любому. Не будем продавать их как нерабочие, потому что это невыгодно. Тема крутая. Но я предполагал, что они не работают. Кто-то не стал заморачиваться. Прям так взял и выкинул. Хотя могли бы их починить. Но мы их точно починим. В общем, ништяк. Вот сколько они стоят бушные на Авито. Чуть-чуть ниже этой стоимости мы их продадим. После того, как починим. А починим мы их по-любому. Я даже не знаю, сколько денег в копилку закинуть. Я не знаю, по чем они стоят. Но вот я на монтаже все это посчитаю. И вот эту сумму закидываю в копилочку. Помоечка радует. Чё, бель, кышно? Чё, кыш? Сам кыш. О, они там. Слышишь? Ого, какие здоровые. Ты мне дай насладиться. Не подходи. Не подходи. Не подходи. Это Арик. Ну, тут контакт выпирает как-то криво, косо. О, даже кейс. Смотри, индикация загорается. Ребят, оригинальные джибельки. Вот, один заработал, включился. Второй проверяем. Второй не работает почему-то. Но один работает. Вот моргает. Так, дай я вам смотрю. До коробки ничего больше нет. Так, это JBL TUN 125. 32 часа можно музыку слушать. 8 часов. Короче, ребят, нормальные наушники на халяву. С помоечки. Будем проверять. Надеюсь, рабочие. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Милица. Очень не бедная. Нифига какая сумка стоит. А вот это интересно. Дима, чё там, вы нас в хаты? Что? Вы нас в хаты? Огромные. Охренеть. Ребят, реально. Ой-ой-ой. Там электроника. Чувак, тут всё есть. Всё, что нам надо. Да ладно. Какая-то коробка. Давай осматривать всё. Стой. О, тут тоже. Тут тоже. Стой. Стой, Дим. Стой. Давай вот так вот грамотно сделаем. Ребят, весь мусор будем сюда складывать. А находки... Давай коробку для находок. А вот сюда находки будем складывать. То есть сюда мусор, сюда находки, которые нам надо. Давай. Тут всякие снимки. Позвоночник. Вот. Туловище. Обалдеть. Вот это жесть. Да, макулатура. Так, фоторамочка. Раз. Целая. Вторая. Не-не, она... Вот это рваная, Дим. Ты говори, чё ты там находишь-то? Фотоальбом. О, очки. Я люблю очки. Подожди, какой бренд? Чарлес Джордан. Бренд Чарлес Джордан. Нифига себе, тряпочка Шанель. Чувак, тут тряпочка Шанель. Ну, они прям супер женские. Ещё и поцарапанные. А, тут ещё и стёкла как-то выдавило. И стёкла. Фигня, короче. Вот такой мячик купят футбольный. За копейки, правда. Так, ребят, пока нет ничего такого ценного, чтобы можно было посчитать. Опа. О, так это же... Это же депилятор. Филлипс. Сатинелли. Так, не работает, наверное, на зарядить. Блок питания в комплекте. Купят его за 100 рублей. 100 рублей в копилку. Тут ещё какие-то. Дима, игрушки тоже перебирай. Ребят, мини-рюкзак какой-то вот такой. Прикольный вообще. Рюкзак для куклы, походу. Рублей за 50 купят. Бусы вот эти не купят, конечно, так. У меня тут ещё какой-то блок питания. Мегасоникс. Ручки из Икеи. Это за 50 рублей продастся. С болтами. Вот две белых ручки новых. Моделька мотоцикла. Вау. Ямаха. Это рублей за 100 можно продать. Не будем продавать, да? Дима собирает их. Так, смотрим дальше. У меня вот тут всякое что-то непонятное. Скатерть полиэтиленовая. Вот скатерть. Дим, смотри, какая одна копейка. О, зарядки всякие для Ноки. Так, что вот это такое? Перри. Какой-то чехол от чего-то. Купят его рублей за 50. Он новый. Краный выброс. Это серебряный крестик. Из родильного дома для младенца. Бирки. Обалдеть. А как такое можно было выкинуть? И серебро от пробы есть. Серебро реально. Крестик, ребят, серебряный. Походу, что-то нехорошее. Что-то нехорошее, да, думаешь? О-о-о, увлажнитель. Борг. Ребят, увлажнитель. Борг. А, не Борг. Его кто-то раскурочил. А-а-а. Вообще-то, знаешь, что? Это просто вода наливается, да? Айрвашер, плазма. Это, наверное, в него вставляется. Дим, это в него вставляется. Ребят, я не знаю, что это такое. Вот так как-то вставляется. Вот эта штука. Это вот так. Охренеть. Айрвашер. Чувак, это воду заливаешь, а это крутится и увлажняет воздух. Ребят, в сборе он. Обалдеть, целый. Вот внутри двигатель. Новый вот этот прибор стоит вот столько. Что это такое, там тоже написано. Но, как я понимаю, это какой-то увлажнитель воздуха. Первый раз в жизни такое нахожу. Я думаю, мы его на Авито продадим за тысячу рублей спокойно. Так что помоечка дарит прибыль. Я думал, его кто-то разбил, а он оказывается целый. Обалдеть. Дима сейчас загуглит. Что это, Дим? Это мойка воздуха, а не от 7 тысяч стоят. Охренеть. Мойка воздуха. Обалдеть. Интересная штука. Но увлажняет оно как-то. Значит, мы его за 3 тысячи продадим. Нет, за 5. Да не, какие 5? За 5 он уйдет. Там порванная штука вот эта. Надорвана вот тут вот. Ребят. Короче, давай так, Дим. Я думаю, за 3 тысячи точно продадим. Думаю, очень долго будет продаваться. 3 тысячи рублей в копилку. И подснимем сегодня, если эта штука работает обязательно. Итак, ребят, мы дома. И сейчас будем проверять вот этот вот прибор. Как он там называется? Мойка воздуха. Первое включение. Так, сетевой кабель воткнул. И ничего. Есть тут где-то, может, какая-то кнопка? Вообще, труп. Ноль эмоций. Никаких кнопок на нем нет. Вот тут вроде бы экран. Он не горит, короче. Возможно, кстати, оно заработает, если залить воды. Нет, вряд ли. Но сгорел, наверное, он. Попробуем разобрать, починить, если восстановим. Если заработает, будет хорошо, конечно, и приятно. А так, 0 рублей считаем. Кормилица интересная вот эта. О, а вот эта интересно. Дима, по твоей части. Дима, по твоей части. А вот эта, как тебе? Как тебе вот это? Это по моей части, да, Димасик? Так, глошечка, ребятки, глошечка. Тон, а, тонкая, еще и старого образца гло. И с зарядкой. Вот от нее даже зарядка, походу, оригинальная. Ребят, глошечка, неплохая находочка. Продать ее можно, ну, за пару соток вместе с зарядкой. Крудение вредит вашему здоровью, ребятки. Курение вот это. Так, кормилица, голубеки кушают. О, нифига, там кроссовки. Адидас. Голубеки кушают, а тут Адидас. Обалдеть, оригинальный. 42 размер. Толстовочку. О, неплохая. Дима, Дима будет одеваться неплохо. Вот, кормилица его одела. Эти кроссовки рублей за 400 отлетят спокойно. Очень похоже, что это оригинальный Адидас. Да, очень похоже. 100%, ребят, Арик. 100%-ный, ребят, Арик. Трексион. Адидас Трексион. А? С биркой? Футболочка? Нифига себе. Топовая Дима таскать будет. Его пока помойка одевает. А я считаю прибыль. С этих кроссовок 400 рублей на изи. Найковская жилетка с капюшоном. Дай посмотрю. Да на тебя я понял. XL размер. Обалдеть, ребят. Найковская жилетка с капюшоном. Топчик вообще. Ребят, зацените, Арик. Вот это бомба. Дим, ну это не для кормилиц. Это на выход. На помойке не вздумай в ней ходить. Эта жилетка тысяч семь стоит. Если не больше в магазе Найк. Ребята, давайте молнию проверим. Какие люди бывают вещи топовые выкидывают. И как мне после этого в магазине что-то новое покупать? Вот молния полностью целая. Вот тут какое-то пятно есть. Может из-за этого выкинули. Но его почти не видно. Фигня. Ну это очень топово. Это под толстовку одеваешь и погнал. О, это что? Гош. Фирма Гош. Какие-то тени. Ух ты, сколько прикольных. Но это купят. Гош вот такая вот палетка стоит новая вот столько. А мы ее продадим рублей за 50. К сожалению. Но на барахолке за копейки все берут. А вообще это несправедливо. Голубьеки. А мне семечек. А мне. А мне. Еще. Градусник детский. Клобуки какие-то. Не, клобуки не бери. Посмотри на них. Охренеть. Голубей сейчас пойдем кормить. Бакалейный стандарт. Две субки всякого пшена. Круп всяких. Не, реально. Ну а что мы варить это будем? Это мы голубьеком скормим. Ребят, посмотрите. Вот да. Выкидывают люди. Посмотрите сколько. Греча даже есть. Дим, надо тебе греча? Вот. Пшено. Вот еще пшено. Вот это бомба. Вот это я буду кушать. Кушать буду. Крупа манная. Овсяновые хлопья. Ребят. А тут что? Мука. Две пачки муки. Рис. Чувак, это рис. Рис. Это рис. Ребят, риса. Посмотрите сколько. Три килограмма. Прикинь, до пятого декабря 22 года. Он даже не просрочен. Гречу я бы забрал. Она и дорогая. Ты знаешь сколько греча стоит? Очень дорого. Ребят, вот это все. Сейчас пойдем голубям скармливать. А где голуби все? Все, атака. Давай им хлопьев еще. Сюда. Подрано реально. Фу, капец, от нее воняет. Жопой какой-то. Фу, капец-то тут говном несет. Чувак. Или эту рыбу, блин, из жопы кто-то достал. Капец, ребят, тупо говном воняет. Вот самым натуральным. Ох. Подъезжаю первый к этой толповой кормилице. Салфетки новые. Жижи для вейпа. Для айфона какая-то штучка, накладка. Ох, а вот это что? Антибактериальное жидкое мыло. Запечатанное почти. О, тебе, Дим, домой. Чистящее средство. Ребят, что же это я нашел такое? Вот. Давайте осмотрим. Салфеточки для жопы. Жопу выпирать. Вот полная бутылка Blackjack жижи. 30 миллилитров для вейпа. И вот еще чуть-чуть на донышке есть жижка для вейпа. Так. Но больше всего меня интересует, что вот в этой коробочке. 14 Pro Max. Какое-то стекло защитное на камеру, что ли? Новое защитное стекло для камеры? Вау, прикольно. Наклею себе. Это ж, ребят, как раз на мой телефон. Вот у меня ж все то же самое. Охренеть. Вот эта помоечка радует. Реально как чувствует то, что мне не надо. И жижки для вейпа тоже деду надо. Вот тут, вот тут. Неплохая кормилица. О, сразу дарит она какие-то вещи. Но вещи мне особо не интересны. Что мне эти вещи? Эти вещи постоянно нахожу. Хотя, кстати, на рынке лучше всего именно вещи и продаются. Но вот мне лично вещи не интересны. Только брендовые и только моего размера. Тинану какое-то. Размер М, дубленка. Рублей за 200 точно отлетит. Хотя она грязноватая, но возьмем. Это сейчас вынос с хаты произошел. Прямо на наших глазах. О, крокодилья кожа вот эта. То Сокко. Ребят, бренд То Сокко. Да не, какая крокодилья фигня. Блин, не знаю, брать ее или нет. А-ля крокодилья. Ну возьмем. Вид у нее интересный. Так, смотрим дальше. Сапожки. Ну, целом целые. Возьмем. Рублей за 50 продадутся. Нормальные. Зара Вумен. 36 размер. Пойдет. О, ну и вот такая вот накидка. Тоже рублей за 50 продастся. И все это я сложу вот в этот пакет. Нет, наверное, вот в эту сумку все-таки. Потому что ее получится продать. Так, это у нас сумка на колесиках. Тут потрепанная, но ничего страшного. С ручкой. И молния целая. Ну, рублей за 50, я думаю, ее купят. Берем. Ну, это сумка не гучи, но паленая гучи. Что это тут в ведре такое? Рыбьи хребты, ребятки. Рыбьи хребты. Ну, это мне не интересно. Хотя я рыбу, в принципе, люблю. Все, тут больше ничего нет. Ну, да. Нету ничего. Ну, ню-ню-ню, кормилица. Ню-ню-ню. Вывезли кормилицу? Да ладно. Не, ну вот это, конечно, не прикольно. Так, машина заехала в топовый двор. Соответственно, открыла мне ворота для входа. Вот в этот двор топовый заезжаем, пока ворота не закрылись. И сейчас я буду расхищать топовые закрытые кормилицы. В этот двор не всегда легко попасть. Когда дверь открывается, тогда можно. Так, о, сколько пакетов, сколько свежечка. Я ж тут в прошлом видео. Или в этом. Короче, я тут подики находил новый. Подик с жижами. Может, и сейчас что-нибудь такое найду. Жесткое. Да ну нафиг. О, терочка. Да ее за 50 рублей купят со свистом. Она еще из Икеи, обалдеть. А Икея-то закрылась. Металлический этот. Кардан или что. Рулевая рейка вот для автомобиля. Это на металл можно забрать. Но я, наверное, не буду брать. Мне некуда ее ложить. А вот это вообще бомба. Это топовый товар. Итак, давайте смотреть. Терка 50 рублей. О, сковородочка из Икеи хорошенькая. Да это сковородка 100. Крышка 50. 150. 200 рублей. Это за 50 продастся. 250. Вот топовая. Миллер. Миллер Германии. Ханс Миллер. Ребят, Ханс Миллер. Вот это вот яйца варить. Или как друшлаг с крышечкой. И с термодатчиком. С температурой. Стоит вообще новый дофига. 200 рублей еще в копилочку. Помимо того. Дальше смотрим. Полотенце. Обалдеть. Это продавать не будем. Это я Диме отдам. Дима будет вытираться с таким чехольчиком. Это деду надо. Так, дальше. О, мыльница. Обалденная. Плюс 50 рублей. С мылом даже в комплекте будет. Мешочек какой-то. Туда мыло это засуну. Так, а это постельное. О, это тоже Диме. Постельное белье. Нифига себе. Вот такие выносы с хат я люблю, конечно. Да помоечка дает. Вынос с хаты. Ой, 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 ой. Самокатчика сбили. Самокат прокатный лежит. Скорая. ДПСники. Эх. Да. Не гоняйте, пацаны. А на самокатах это вообще очень травмоопасно. Рибитки кормилица. И, кстати, это, наверное, седьмая кормилица за день. А у меня уже полный багажник топовых находок. И, кстати, у меня отломалась педаль. Вот это прям песка, тоска, печаль. Ну, ничего страшного. Так, пин-кодик открываем. Заходим вот на кормилицу. Так, я вижу, что дней света не хватает. Надо подпереть кормилицу вот так вот. Чтоб не видно было, что там имеется в кормилице. Так. Коробочки, кстати, неплохие. Так. Ну, а что по технике? Вижу, баки-то вообще пустые. Пустые баки, блин. Вот это самое плохое. Это мой страшный сон, кабаки пустые. Хотя бы коробочек вот этих наберу. А, их тут всего две. Блин, заберу их для упаковки посылок. Так, я тут вижу, с закрытого двора машины выезжают. И я смогу туда попасть. Надо просочиться в закрытый двор и залутать кормилицу. Вот тут по-любому. Вон кормилица. Я тут первый раз, ребят. Но в закрытых дворах лутать кормилице одно удовольствие. Потому что конкурентам сюда не попасть. А я вот попал. И надеюсь, мне повезет на вынос с хаты. Что-то такое ценное. Если оно тут, конечно, будет, конечно. О, спортивные штаны. Адидас. А ну-ка, Арик, нет? Вот же даже Арик. На меня, кстати. Буду в них ездить по помойкам. Беру. Так, что тут дальше? Ух ты. Всякие игрушечки. Смотрите, какая штука. Блин, она крутая. Я своей дочке возьму. Телефон детский. Прикольно возьму. Всякие колокольчики. Там мужик говорит. Что ты сюда заехал по помойкам лазить? Я говорю, ну да. А что мне тут еще в этом дворе делать? Мне этот двор не интересен. В плане, что мне тут. О-о-о. О-о-о. Ребятки. Это же... Вау. Это навигатор. X-Play вроде бы. А ну-ка, работает? Автомобильный навигатор X-Play. Флешечку можно вставить. Зарядка microUSB. Он по-любому рабочий. Обалдеть, он на Windows. X-Play GPS ID 528. БУшный стоит вот столько, ребят. На Авито. Он по-любому рабочий. Обалдеть, экран целый. Топ-находка. Вот не зря сюда заехал. Ну так. Может еще что-то есть? О-о-о. Продолжение этого выноса. Мыльнорыльное. Ребят, комплексы. Несмываемый крем. Гарниер. Почти полный. О-о-о. Май гад. Вот это просто бомба. Ребят, это протеин. Обалдеть, целая пачка. Он просроченный? Нет. Если нет, то я его сам буду хавать. И набирать мышечную массу из мусорного бака. Помойка дарит мускулатуру. Так, протеин. Сыворотка. Продоза. Натуральный. Целая пачка. А где срок годности, блин? На Озоне, кстати, покупали. Вон там наклейка. А вот срок годности какой у него, я не могу найти. Я его заберу, короче. Если он нормальный, я буду хавать. Большая помойка тут. Прям есть где полутаться. О, баскет добра. Смотрите, ведра из KFC. Их, кстати, покупают. Заберу. Рубли по 50, может, купят. Или по 20. Неплохой, кстати, шлепанец. А где второй? О, вот и второй шлепанец. Беру на продажу. Рублей за 50 отлетят. Ребят, походу я нашел очень много серебра. Смотрите, ребят. Что я нашел? Вот такое блюдце. Так оно как будто серебряное. Хотя нет, вроде нет. А может и да. Пробу, правда, не вижу нигде. Смотрите. Блюдце и вот такие стопки. Блин. Не это. Не серебро. Вон там ржавчина внутри. Но все равно это рублей за 200 купят. Смотрите, какой набор. Я думаю, даже дороже можно продать, если постараться. Короче, вот такой поднос маленький. И шесть рюмок металлических. И что это такое стоило? 70 с чем-то. Что это такое? Да он вообще дешевле. Просто аккумулятор здесь емкий, большой. Не, ну я понимаю. Но, понимаешь, вот сам вот подумал. Раньше постоянно педальными крутил. Тут тоже можно. Только они сломались. А вот только это интересно. Кстати, мне попадаются эти хуйни, брать. Педали? Да, по мусоркам повазить. И тебе попадется. Что я здесь вот с лицом лопил? Да я знаю. Я же тоже по мусоркам ковыряюсь. О, насобирал всякой шляпы. Но я на рынке торгую. А, ну я не торгую. Вы так, по металлу? Металл-картон. А. Это я не на картон взял. Это мне коробки нужны. Я не собираю. Нет, я просто металл-картон. Но картон сейчас дошел. Рубы. Металл 14 рублей. Ну металл еще, ладно, можно сдавать. А картон 30 килограмм припер на тачке, на двухколесной. 30 рублей, да? 30 рублей. Да ну, фигня полная, да. Айфон? В работе. Нормальный айфон. А какая модель это айфона? А хуй его знает. Это вроде 14-й. Айфон 14 про. Вот, как у меня. 13 про. Да это не айфон. Вот айфон. Это Сасунг, вот. Самсунг. Сасунг ебучий. Но пойдет. Нет, когда я включаю, он пишет андроид. А, ну это не айфон, значит. Ну, андроид. Да пофиг, какая разница. Пофиг, работает. У айфона яблоко сзади, вот, значок вот этот. Спасибо, ребятушки, кто досмотрели ролик до конца. Помоечка кормит вот это 100%. А кто из вас не купил подарков на Новый Год вашим друзьям и близким, поэтому смело переходите по ссылке в описании в магазин Rockstyle и закупайтесь вот такими топовыми шапками. Я вот вообще балдею. И я у них еще партию заказал на перепродажу. Сейчас у меня попрет настоящий бизнес клизмес в пик сезона и заработаю кэша, что и вам советую. Ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok